Задача нападающих – это забивать голы. Нам звоночек перед пятым сезоном. Три червя – это Герман и Севскана с Мавриным. Плохой дебют, почему? Ну, ему нужно стреска. Ничего не хочу говорить. В целом, все нормально, я думаю. Амкал где сейчас? Ну, дождем сезона, а там все видно. Ну, сильнее нас команды нет. Вот сейчас, после трех поражений, начинают происходить разговоры, что империя рушится. Вот ваше мнение, в принципе, в этих сезонках? Ну, это пресезонка все. Наверное, нам это может даже на руку сыграть. Что нас начинает немножко недооценивать, потому что раньше все собирались, на нас играли с удвоенной энергией. Сейчас пусть думают, что наша игра закончилась. Посмотрим. Сезон начинается через два месяца. А это самое главное. Активнее всех накидывает Амкал на эту тему? Ну, ничего страшного. Ничего страшного, это наш прямой конкурент. И все знают, что две команды, которые задавали тон раньше, сейчас не в порядке. Ну, мы дождем сезон, а там все и нет. Какое настроение сейчас к Алексею? Отлично. Вчера собрались, поговорили, по душам высказали друг другу претензии. Выпили по банке пива. Пролетели в Москву, все прощались. Как будто ничего не произошло. В субботу выходной, воскресенье выходной. И, может быть, 14-16 уже начнешь. А будет ли уже после, получается, два турнира прошло? Посмотрели, будут ли какие-то изменения в социале? Может быть, команда с которыми покинутся? Может быть, да. Скорее всего, будут. Но больше всего разговора про опрошение? Да, я с Васимом общался. Могу сразу сказать, с кем я говорил. Ну, мы смски отсылали друг другу, потому что там связь плохая была. Вот. Он просит в аренду. Я говорю, Сина? Скорее всего, да. В аренду отдадим. Вратарская линия, наверное, скорее всего, претерпит изменения. Вот. И ищем защитник. В радарской линии, получается, три вратаря. Сычок, Кузен и Аликс. То есть, Сычок остается, все хорошо, ни в ходе нити не ходит. И вопросы по Аликсу, которая очередная ошибка. У него есть вопросы. Аренда или, скорее всего, какие-то команды? Не знаю, как договорились. Прошу отдавать какие-то принципиальные. Допустим, под броуки, если захотят. Я не знаю, может быть, он раскроется по-новому. Но ему нужна стреска. Ему нужно забивать, забивать, забивать. Понимаете, прошло больше года. Ну, не больше года, но год где-то. Но надо забивать. Надо забивать задачи нападающих. Забивать голы. Трансфер все активно обсуждают. Прокоп ушел за Мкалой. Вам интересно? Ну, вот сейчас мы прилетели. Может быть, встретимся, поговорим. Потому что и Васиченко свободен. И масса футболистов сахалинцев. Так что мы сейчас посмотрим. Торопиться не будем. 300-400 тысяч говорят за Васиченко. Ну, поговорим. Это все же обсуждается. Поэтому я думаю, что все мы можем обсудить и договориться. С Прокопом пока не говорили? Пока нет. Но я думаю, что Женя Секите уже... Он же туда приезжал. Вот, я с ним не разговаривал. Но разговаривал с Женей, по-моему, с Киакетом. Как вы сейчас его уровень оцените? Прокопа? Ну, качественный футболист. Это не обсуждается даже. Вот. Но его нужно вписать. Его нужно вписать в игровую схему команды. То есть, вамкально он все 100 не выдавал? Он, может быть, хотел, но он ее не получал. Но мы знаем, какой это футболист. Как оценишь результат команды на турнире? Ну, результат неудовлетворительный. Потому что всегда тут Ротс требует первого места. Но я думаю, что это нам звоночек перед пятым сезоном. Чтобы мы качественно подготовились. И я думаю, что все должно быть нормально перед сезоном. Как оценишь свой дебют за эти два турнира? Ну, дебют, можно сказать, плохой. Потому что много поражений. Тут Ротс не привыкли проигрывать. Поэтому плохой дебют. Почему? Все объективно. Амкал начинает говорить, что империя рушится. И многие это позируют. Твое мнение, три поражения подряд, четыре, пять. Нет, мы обыграли Амкал в личной встрече. Я думаю, это вызвало мало резонанса. Но это факт, что мы их выиграли. Мы должны просто радоваться этому. Потому что Амкал, сколько вообще? Они что выиграли? Куба крутого, например, МКС. Мы, как бы, это бренд, который поддерживает из года в год. Поэтому Амкал где сейчас? Они даже не поехали в Удольф. Никаких плохих настроений в коллективе не начинает появляться? У старичков, например? Да нет. У нас есть разговор мужской. Мы выяснили, что мы делали не так. Что мы поправить должны. Что мы должны чуть подправить. Но в целом все нормально, я думаю. Время есть. Вы команды встречали вчера? Да. Мы вчера сидели всей командой и обсуждали, что мы делали не так. Что мы должны подправить. Президенты все были с нами. Это чувствует соединение команды. Мы ни в коем случае не разделяемся. Мы подходим и принимаем этот вызов. Тем интереснее. Каким выводом пришли? Каким выводом пришли? То, что есть какие-то моменты внутри команды, которые мы должны подправить. Если мы их подправим, но сильнее нас команды нет. Пятый сезон скоро. Фавориты? Пятый сезон скоро, да. Он будет очень интересный. Я говорил это вчера буквально на собрании. То, что он будет очень интересный. Лига растет. Уровень сопротивления растет. И мы ставим максимальные задачи. Назовите три команды, которые могут выиграть сезон. Родина, медиа очень хорошо провела нынешний турнир. Тут род всегда Амкал. Я вот назову, пожалуй, вот эту тройку. Амкал. Сам сказал сейчас очень плохо, сегодня называешь Амкал. Нет. Амкал, тут родс и родина медиа. Потому что Амкал находится в стадии становления. Пришел Суслан Маратович. И он, я думаю, максималист. И я думаю, что они будут биться за высокими силами. Финалисты, броки, титан, нет? Я думаю, что нет. Что произошло в пропущенном мяче, по-твоему? Мяче хрустнуло колено. У меня хрустел уже в Казахстане. Хрустнул еще раз. И потом, в одном моменте, когда вперед на мяч прыгнул, оно, допустим, там видно на видео, что я приземлился на ногу и упал. Так бы, может, сбежал, не знаю. Как, в принципе, сейчас оценишь себя в Тудрос? То есть, будешь ли ты там оставаться продолжать? Есть ли уверенность вообще? Уверенность есть. Ошибки были, будут. Я даже не почитаю, это ошибка. Это, скорее, несчастный случай. Поэтому буду. Понятное дело, что я останусь, буду играть. Ну, тренироваться, играть, не знаю. Потому что я несколько штаб будет мешать, давать мне играть или не давать. Викриш говорит, что будет с тобой разговор, в принципе. Стоит ли тебе оставаться или нет? Сейчас он сказал. Да. Ну, значит, поговорим, что же, без вопросов. Ну, ты как, уверен, что у тебя получится остаться? Есть ли вообще желание или нужно тебе в связку в аренду там идти, например? Да нет, желание-то и в Тудрос всегда есть играть. Это Грант, это клуб, с которым я с самого начала, поэтому, ну, как относительно, с самого начала медиалиги. Поэтому, не знаю, я хочу остаться, но посмотрим, поговорим с тренером, решим. Считаешь, что тебя просто не видел этот момент? Возможно, да. Возможно, ментально, наверное, так называется. Из-за этого нельзя. Не знаю, поработаю с психологом, поговорю с родителями, с невестой и буду выбираться из-за этого. Как оцениваешь критику фанатов? Ой, честно, ничего не хочу говорить. Что, в принципе, с Тудрос происходит сейчас? Вот три поражения, пошли вот эти разговоры, в том числе Тамкало, все империя рушится. Твои мысли? Не знаю, Тамкало может говорить, что угодно, спешно я слышал именно Тамкало, которых осталось, как, по-моему, Слон сказал, три червя. Да, это Герман и Сюскана с Маврином, ну, то есть, не знаю. От них это слышать, это смешно, а у нас, ну, спады у всех бывают, будем сильнее. Не стоит обращать внимание на эти киды, Дюрн? Нет, нет, вообще нет. Я не думаю, что они что-то знают, и в целом, и знать-то нечего. Просто спады у всех команд бывают, все команды проигрывают. Посмотрите на Манчестер Унайтед, они тоже сейчас. Ты как игрок, как относишься к тому, что происходит Тудрос сейчас? Ну, я, конечно, тяжело, ну, я не знаю, я такой человек, я всегда тяжело переношу поражения, поэтому, ну, не знаю, даже. Ну, тяжело, но будем выбираться этому. В коллективе тебя поддержали после ошибки? Ну, да, пацаны ничего не сказали, они увидят, что я сломался, поэтому никто ничего не сказал.